Добрый день, дорогие друзья! С вами канал Одна Австралия и я Александр Петров. Ребята чувствуют неуверенность, наши подписчики чувствуют неуверенность в завтрашнем дне. И я скажу более того, а кто сейчас чувствует уверенность? Я думаю, что основная задача сейчас сохранится материально, духовно, психически в конце концов. Потому что то, что сейчас делает любое государство, будь то российское, украинское или более осмысленно австралийское и прочие западные демократии, это прессинг, это когда нас пытаются выбить из седла. Мы достаточно в основном люди приземленные и высоко не летаем, но не глупые. Поэтому люди спрашивают, что бы можно было сделать для того, чтобы быть уверенным в завтрашнем дне. И речь идет не столько о том, как приехать сюда. Как приехать сюда, это другая задача, даже как остаться, это другая задача. Я уже объяснял, что есть много способов вполне законных и вполне адекватных, которые вообще-то вам по силам для того, чтобы здесь остаться. Но оставание в Австралии это еще не гарантия того, что вы можете смотреть в будущее достаточно уверенно и спокойно. Потому что та волна коронавируса, которая накрыла общество за последние полгода, это страшно. И нету ощущения стабильности ни у кого, ну кроме тех, кто эту всю гадость затеял. Так вот, конкретнее, что можно сделать? Я думаю, что те люди, которые умные, они умеют дорабатывать и экономить деньги. И когда появляются лишние деньги, что бы сделал я? Ну, во-первых, я бы, скорее всего, вложился... Я скажу, во что я вложился. Я вложился в недвижимость. Вот вы видите этот дом. Этот дом, это гарантированные 500 долларов рента в неделю. Ну, может быть, полторы тысячи в месяц. Поверьте мне, этого вполне хватит. Не говоря о том, что есть такой же равный источник дохода в месяц и в Москве. И это было сделано направленно, потому что я не собираюсь класть все яйца в одну корзину. Москва это не Россия. Москва это Москва. И я говорил и не скрывал от вас, что я делал и что я буду, кстати, делать, если вот эта волна коронавирусия немножко отхлынет. Но, что касается вас, я бы не стал вкладываться в жилье. Я бы не стал покупать его вообще. По крайней мере, сейчас, в преддверии того, что объективно стоимость недвижимости падает. Я бы вложился в грузовой транспорт. Я настоятельно рекомендовал, и есть у меня друзья, которые вам в этом помогали. Такие, как Николай Гончаров. Я бы вложился в обычный высокобортный грузовой автомобиль. С прицепом, который может увозить 30, 35, 36 тонн груза до один раз. Вы должны понимать, что в самое трудное время всегда будут нужны перевозки и нужна стройка. Потому что, если это государство хоть немного думает о будущем своей страны, хотя я уже и в этом начинаю сомневаться, видя потуги Скотта Моррисона. Если это будет происходить, у нас есть пример стран, которые были абсолютно разрушены. Это и Германия, которую у нас следовал Адольф Алоизович Гитлер, Шекльгрубер. И это была Америка. Америка после вот этой Великой, или во время Великой Депрессии. Будет идти массовое строительство, массовая выемка и переноска грунта. Поэтому я знаю несколько моих друзей, ливанцев, которые купили и не один трак. Они, кстати, не дешевые, но можно начинать, допустим, с достаточно не новых, допустим, и работать. Я знаю людей и ливанцев, и турок, которые имеют по 2-3 машины. Это мои друзья. И это дает гарантированный, поверьте мне, очень большой доход самому человеку и человеку, когда он сажает за руль другого человека. То есть наемного водителя. И если он достаточно честный и нежадный человек, то он будет иметь прибыль. И на него будут работать не за страх, а за совесть. И не будут, кстати, помышлять о том, чтобы самим купить этот трак. Хотя, если это и сделают работы, поверьте мне, хватит всем. Но неплохо бы, наверное, иметь те машины, которые перевозят груз в палетах. С таким тентом, тентованные. Машины, которые имеют свой погрузчик. Сзади он такой подвешен обычно. И некоторые другие машины, спецтехника или, допустим, контейнеровозы. Понимаете, когда вы вкладываетесь в такие машины, вам действительно, в такой бизнес, вам в действительности надо его вести. Но он гарантирует вам хороший кэшфлоу. И гарантирует вам то, что вы не окажетесь на свалке, когда придет страшное время. Еще одна работа, которую я бы призвал не игнорировать, это работа электрика на стройке. Дело в том, что электрики и сантехники, это люди, которые очень много имеют работы. Это одна из самых высококвалифицированных работ на стройке. В электрике очень много ребят идут с инженерным образованием, люди компьютерные. И еще интересно, что электрики, они нужны не только, собственно говоря, как электрики, но, например, на установке камер наблюдения, умные дома и так далее, и так далее. Очень неплохо, когда человек имеет компьютерные знания и имеет лицензию электрика. Очень высокий рост у электриков, имеется в виду профессиональный. То есть есть возможности для саморазвития. Это очень важно, чтобы это не было каким-то тупиком. Я думаю, что законным продолжением вот этой профессии есть профессия билдера. Очень схваченный этот рынок, если честно, но есть рынок, который мелкий, который очень широко распространенный и на котором не любят играть крупные игроки. Это рынок мелкой недвижимости. Во-первых, строитель может просто покупать и продавать дома, но я не думаю, что это самое лучшее. Лучше работать с заказчиками, лучше работать с застройщиками. Если вы можете удовлетворить требования застройщика, всегда можно идти на какие-то компромиссы, какие-то экстра сдавать, и тогда человек будет доволен. То в этом случае вы всегда будете при куске хлеба. Понимаете, вы всегда знаете больше, чем знает человек. Соответственно, можно сэкономить, сделать, допустим, дом за год-полтора полностью и сэкономить 50-60 тысяч. Проблема в том, что все равно где-то будут факапы, и где-то человек не сделает работу профессионально, где-то он напортачит. Напортачит. Это раз. Во-вторых, когда ты делаешь все сам, ты уже не можешь по-нормальному жить и работать. Ты постоянно занят, как твоя основная работа. Фактически, скинуть, допустим, работу над домом до 50 тысяч долларов, это вообще элементарно. Но вы можете ввести в год не один такой проект. Вы можете ввести 10 таких проектов. Соответственно, вы можете зарабатывать несколько сот тысяч, до полумиллиона. При этом вам не надо вкладываться. Что для этого нужно? А нужна, кстати, лицензия электрика. Тогда у вас будет дополнительный доход. И, как-нибудь еще, лицензия и годик поработать у строителя. Поверьте мне, это не самое сложное договориться с каким-то действующим строителем. И, соответственно, уже иметь возможность получения такой лицензии. Есть очень много вещей, которые помогут вам дополнительно не только, допустим, то, что вы обладаете и возможностью контракта на электрику или какую-то другую работу, лотницкие работы и так далее. Но есть еще возможность, допустим, для тех же электриков делать дома с умным домом. То есть быть и строителем, и электриком, и делать все эти, всю разноску этих камер наблюдения, компьютерный нетворк и так далее, и так далее. То есть человек может либо строить, либо делать какие-то конкретные вещи, как, допустим, быть электриком, либо делать все в комплексе. Можно выходить в будущем просто, как я уже сказал, на покупку, застройку и продажу домов. Это выгодно, но это выгодно, когда есть ожидание как минимум стабильности или роста стоимости недвижимости. Но это и электрик, и строитель, они взаимосвязаны. Это очень хорошее вложение капитала в себя. При этом неплохо иметь высшее образование, потому что человек с высшим образованием смотрит дальше, видит лучше и копает глубже. Водитель это просто, на мой взгляд, чисто физически, наверное, это достаточно сложная работа и опасная работа водителем, но это стабильный доход. А что сейчас в нашем мире не опасно, ребята, серьезно? Жить стало опасно. Посмотрите, что у нас за окном происходит. Я не говорю про коронавирус, я говорю про коронобесие, когда нас буквально травят, когда нас запугивают, когда нас избивают, в принципе, отнюдь не в Минске или где-нибудь в Москве. Это в Мельбурне. МММ, да? Минск, Москва, Мельбурн. И это от того общества, в котором мы никак не ожидали таких действий, а оно как будто бы так совсем и родное было, да, дубиночками по спинам. Вот, причем склонной полиции очень интересно. Поэтому нет в мире стабильности и нет в мире безопасности более. Мы думали, что она есть, оказывается, ее нет. Поэтому нормальная работа водителем, электриком или строителем это то, во что бы я на вашем месте вложился. В недвижимость? Ну, точно не сейчас. В образовании, а какое образование, ребята, вы посмотрите на это образование, что касается получения, допустим, нашими айтишниками, нашими бухгалтерами дополнительных образований сертификатов в профессионалях. Это да, это еще маленькое вложение в самого себя, которое, ну, оправдается и гарантированно оправдается. Но вы спросили о том, как можно подстраховаться на ваше будущее, чтобы оно было достаточно светлым? И я вам рассказал. Спасибо.